Девочки, давайте поддержим Андрея по нашей старой доброй традиции. На счет 3-4. Сидюха неудобная. Вот и все. Ребята, сидуха ад какая неудобная. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в рубрике в поисках фитнеса Сайкл разматывает худеющих мастер своего дела. И Лена Горлова. Лена, прошу тебя. Ну что, начнем с разминки. Разминка – это обязательная часть любого тренировочного процесса. Поэтому разминка у нас с вами будет составлять в среднем 7 минут. Разминка идет пару треков. Поначалу крутить педали в ритм музыки сложно, но привыкаешь к этому быстро. Задача – сразу исключить ощущение, что ты на белопрогулке. То есть корпус должен быть неподвижен, работают только ноги. Давишь на педаль средней частью стопы, ну и, конечно, перед началом тренировки отрегулирует тренажер по росту и длине рук. А что никто не потеет, я понять не могу. Потому что мы тренированы. Сейчас будет подъем. Вязкие должны быть педали. Как в горку, как в песке. Отвратительно. Вверх! Качай, качай! Вес тела только на ногах. Расслабь руки, только ноги. Как по ступенькам, только ноги. Продолжаем качать. Что тебе нужно обязательно знать, мой маленький любитель сайкла? Подъем – упражнение, которое дико прокачивает бедра. Подъем – упражнение сложное, но выполнить его просто, если ты не повторишь мою ошибку, а именно не ешь за 30 минут до тренировки. В этот момент из меня, кажется, уже вышел литр воды, а значит я похудел на килограмм. Да, кстати, не мелочись с водой, постоянно пей, чтобы не было обезвоживания организма и, как следствие, упадка сил. Андрей. Лен. Я пока помню, как тебя зовут, это хорошо. Хорошо. Я хочу задать тебе, может быть, глупый вопрос, но… Слушай, все остальные кадры в 60. Остановки как бы предусмотрены у нас или… Вот это остановка. Покажите мне, как вы любите дабл спид. Хорошо, а теперь покажите, как вы любите Андрея. Любовь сестер по сайклу – это, конечно, единственное, что было приятно, потому что после этого мы ушли в дабл тайм, то есть на двойную скорость в аэропозиции. И здесь я понял, лично мой финал тренировки уже не за горами. Я за кого-то перенапелил глазами. Это не значит, что ты слабая и тебе мало сил. Но зато не смыла косметику как бы. И все. Андрей, нет тренировки на глазами? Я смыл косметику. Ура! Кажется, это первая тренировка, на которой в какой-то момент выключился свет. Атмосфера стала околоклубной. Веселье на максимум. И знаете, что мы начали петь? Да, 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 да! Еще больше! О, господи! Я не знаю, как женщины рожают, но мне кажется, похожие ощущения в тазу просто. Значит, несколько ключевых моментов. Насколько можно похудеть за месяц, если вы в таком режиме, как сегодня была тренировка? Ну, в целом, такой опыт, что не корректируя, не меняя питание, девчонки в среднем на 2-2,5 килограмма худеют. Но это даже не сколько ощущается за счет веса, сколько объемы. Они говорят, я не знаю, но я брала 50-й размер одежды, сейчас у меня там 48-46. Это факт, это работает. Кроме того, что мы качаем сердце очень сильно, и, я так понимаю, укрепляется вот эта часть? Или вообще все тело тут работает? Все тело укрепляется, все мышцы приходят в тонус. Почему? Потому что для выполнения большинства техник, о которых ты еще не знаешь, мы сегодня не попробовали, это нужно подходить, и чтобы организм адаптирован был, подключается все. Руки, кор, спина, и все тело работает равномерно и очень усиленно. Я правильно понимаю, что, допустим, если у человека есть велосипед, и он думает, что, в принципе, он может заменить велосипедом вот эту штуку, это невозможно? Это невозможно. Кто-то говорит, у меня есть дома велотренажер, и мы искренне за них радуемся, потому что там очень удобно сушить пододеяльники. Сегодня я пришел на тренировку. Первый раз я был, и, слушай, я пытался за остальными угнаться, но это невозможно. В таком случае у меня возникает сразу вопрос. Ты как бы не щадишь новичка? То есть, типа, сразу прыгай тут в свою эту фиолетовую зону, в любую невыносимую зону? Нет. И умри. Это все не так? Я пришел худеть. Умри! Ты это легче, да? Да. Нет, на самом деле, к новичкам индивидуальный подход, потому что многие техники мы исключаем на первых тренировках. Девчонкам новеньким мы ставим меньше коэффициент нагрузки, и каждая, в принципе, может это выдержать, несмотря на возраст, вес и вообще уровень физподготовки. Я думаю, выводы здесь очевидны, если хотите худеть, но сайкл в этом просто вообще незаменимый, я не знаю. Мои аплодисменты девчонкам! Вот это, это герои просто, самые настоящие. Елена, огромное спасибо. Оп! Ну а мы не нажаем, разминка только закончилась. Мы переходим к интенсивной части. Я домой! Давай, счастливо! Елена! Елена!